Троицкий Болдин монастырь – мужской православный монастырь Смоленской епархии Русской Православной Церкви, расположенный в деревне Болдина Смоленской области в 15 километрах от города Дорогобужа. История – средневековый период монастырь был основан в 1530 году преподобным Герасимом Болдинским. В 16 веке монастырь неоднократно получал дары – земли от царя, крупные вклады от бояры состоятельных людей, обитель занималась и собственной торговой и промысловой деятельностью. К концу 16 века обитель владела более 80 селами и деревнями в Дорогобужском уезде, около 20 монастырскими деревнями в других уездах – мельницами, охотничьими и бортными угодьями, скотными дворами, рыбными ловлями. Монастырские подворья и торговые лавки существовали в Дорогобуже, Вязьме, Смоленске, Москве. Монастырь владел мельницами, охотничьими и бортными угодьями, скотными дворами, рыбными ловлями. Каменное строительство в монастыре развернулось в 1590-х годах. Тогда были выстроены Пятикупольный Троицкий собор, колокольня, трапезная палата с церковью, введение во храм Богородицы и стены. Согласно гипотезе П.Д. Барановского, в строительстве принял участие государь Зодчий Федор Конь. С 1617 по 1654 годы Дорогобужский край находился в составе государства Речь Посполитая. Монастырь опустел позже его строения были переданы Смоленскому иезуитскому коллегиуму. Монастырь возрожден в 1654 году, когда смоленские земли вновь вошли в состав Русского царства. Обитель не смогла сохранить за собой былых богатств. К концу 17 века ей принадлежало около 20 деревень. 18 – начало 20 века. В начале 18 века святителям Иоанном в монастыре была открыта типография. В ней печатались богослужебные книги, учебные пособия, сочинения духовно-нравственного содержания, включая труды самого Иоанна, переводы с латыни. В 1764 году, согласно манифесту, подписанному Екатериной Второй у монастыря были отобраны все земли. Большую помощь монастырю оказал благотворитель князь Андрей Долгоруков. На 1870-1880 годы приходится новый расцвет монастыря. Настоятелем был назначен иеромонах Андрей. За время его 24-летнего управления монастырем были отремонтированы и перестроены все существовавшие здания и храмы монастыря. Построены новые святые ворота, часовня на месте кельи С.В. Герасима Балдинцева, деревянные кельи, хозяйственные здания, гостиница для паломников, настоятельский дом, просфорная мельница на озере. Высажен сад он же на основе двух древних текстов написал и издал новое «Житие преподобного Герасима». В 1919-1927 годах в монастыре были проведены реставрационные работы под руководством П.Д. Барановского. В бывших монастырских зданиях организован историко-художественный музей, в экспозицию которого, в числе прочих экспонатов, вошли фрагменты из ростовых печей 17-18 веков. Деревянная скульптура, собранная М.Л. Погодиным. На территорию обителей был перевезен деревянный храм из села Усвятия, упразднение и возрождение монастыря. В ноябре 1929 года монастырь был официально закрыт. В Троицком соборе разместилось зернохранилище. Во Введенском храме – колхозный сарзавод, в часовне – сепаратор для переработки молока. Во время Великой Отечественной войны Балдинский монастырь был базой партизанских отрядов. В зданиях бывшей обители разместились ремонтные мастерские. В марте 1943 года при отступлении немцы заминировали и взорвали старинные постройки Троицкий собор, Введенский храм и колокольню. В 1964 году началась реставрация монастыря по сохранившимся обмерам и фотографиям под руководством П.Д. Барановского. Они продолжаются и поныне. В 1991 году Балдинский монастырь передан Русской Православной Церкви. В настоящее время восстановлена каменная стена с четырьмя башнями, колокольняя, трапезная палата с Введенской церковью. Среди других построек – деревянный дом игумена, сторожка у святых ворот, каменный килийный корпус, каменный казначейский корпус на подклеете. Деревянная часовня на монастырском кладбище. Каменная часовня была перестроена в храм во имя преподобного Тихона Калужского. Троицкий собор освящен патриархом Кириллом. В июне 2010 года возрожден монастырский некрополь. Среди сохранившихся захоронений – могила семьи Вестицких с металлической оградой и двумя гранитными колоннами. Стефана Вестицкого и его сыновей – Михаила Степановича, Семена Степановича, Василия Степановича, Андрея Степановича и Дмитрия Степановича. Монастырь имеет подворье в Дорогобуже. Патронирует открытие Дмитровского женского монастыря в Дорогобуже. Нынешний настоятель монастыря – Архимандрит Антоний.